Дорогие коллеги, позвольте поблагодарить Марата Рашидовича и других коллег, которые позволили мне в замечательном Казанском Приволжском Федеральном Университете поговорить с коллегами о животрепещущих вопросах сегодняшней экономики. Я выступал здесь довольно давно, уже больше пяти лет назад, помню впечатление от этой беседы и с удовольствием приступаю к новой. Разговор у нас может быть достаточно широким, хотя тема обозначена как системная экономика, как новое направление в современной экономической теории, но думаю, что мы этим не ограничимся. Вы знаете, что лауреатом премии Нобеля по экономике в минувшем году стал Ричард Тайлер, один из исследователей так называемой поведенческой экономики. Вот не так давно вышла книга на русском языке Ричарда Тайлера, которая посвящена его исследованиям. Она начинается эпиграфом, который принадлежит Вильфреду Паретто и относится к 1906 году. Паретто пишет, что я верю, что настанет такое время, когда экономика будет выводиться из психологии. Вот я вам хочу сказать, что я с этим не согласен. Я не считаю, что психология является единственным двигателем и фактором экономики. Конечно, хорошо, если бы это было так, но ситуация такова, что, как говорил другой гений, Поль Ланжевен, природа не похожа на матрешек, вложенных одна в другую. Экономика тоже не похожа на матрешек, вложенных одна в другую. Если бы она была похожа на матрешек, мы могли бы надеяться, по крайней мере, докопаться до последней минимальной матрешки, очевидно, это была бы и была бы психология человека, и из нее вывести поведение экономики на всех остальных уровнях. Эта задача не только недостижима, но и некорректна. Экономика включает в себя не только человека, как систему. Вот смотрите, мы тут с вами собрались, огромное представительное общество квалифицированных экономистов, и представляем из себя некое целое. Оно, к сожалению, исчезнет через полтора часа, но сейчас это некое целое, и невозможно вывести его особенности из особенностей в психологии каждого человека. Редукционизм оказывается бесплодным. И редукционизм вниз, так сказать, сведение к минимальным матрешке, к человеку. И редукционизм вверх, то есть сведение факторов и результатов деятельности экономики к надсистемам. Вот, значит, ставка процента изменилась, и вот предприятия, значит, поехали налево. Потом ставка изменилась, и предприятия поехали направо. Вот ни то, ни другое, на мой взгляд, не отражает сущность экономики. Что же отражает тогда? Где искать? Вот смотрите, у нас была с вами длительная история, связанная с развитием неоклассической экономики. Это редукция вниз, редукция к основному правилу неоклассики. Максимизируй прибыль, и будет тебе счастье. У нас была редукция... Эльфат, покажите, может быть, слайд, где эти парадигмы. У нас была редукция к институтам. И, главное, вот все это кажется теорией, а на самом деле это никакая не теория. То, что предприятия обязаны максимизировать прибыль, заложено нигде-нибудь, не в головах, как говорил Кейнс политиков, в головах тоже, но не только в головах, но и высечено камнем в Гражданском кодексе Российской Федерации. Там сказано, что предприятие это то, такая организация, которая максимизирует свою прибыль. Откуда это взято? Спросите. Может, она максимизирует доход? Может, она максимизирует зарплату? Может, она вообще не максимизирует? Может, она максимизирует продолжение своей жизни? Откуда взято то, что она максимизирует прибыль? Ответ из экономической теории, из неоклассической теории, которая доминировала в течение большей части 20 века. Ну и мы оказались впереди неоклассического паровоза и записали это себе в Гражданский кодекс. Значит, теперь кто не максимизирует прибыль, тот нехозяйствующий субъект. Ну, поторопились немножечко. Редукция вниз не прошла. Из-за этого ситуация на наших предприятиях сейчас оставляет желать много лучшего и много более творческого. Редукция к среде. Сейчас можно услышать споры. Некоторые считают, что самое главное в экономике это институты. Вот, значит, подтяните институты, упорядочите их, и тогда все будет хорошо. Попытка редукции к среднему уровню. Институты не являются независимой переменной. Не являются. И поскольку у нас с вами, у тех, кто прожил минувшие 20-летие, большая институциональная история, мы разрушили те институты, которые были при социализме, почти все. И попытались построить новое институциональное здание. Новое здание мезоуровня, так сказать, в котором попытались создать систему новых институтов. Сколько было на этом пути поломано не только копий, но и судеб. Сколько было потрачено пустую национального продукта. Нет смысла специально рассказывать. Все это прекрасно знают. Строительство института как независимой переменной тоже обречено на неуспех. Нет, нет, нельзя построить, нельзя искать иголку, которая воплощает в себе, если мы помним из сказок душу Кощея, нельзя искать эту иголку в виде института. Мы можем устанавливать законы, мы можем включать принтер Государственной Думы как угодно, слева направо, справа налево. Это еще не институты. Это лишь законы, законопроекты, а потом законы. А жизнь течет не по законам. По понятиям? Нет, понимание, конечно, есть у всех, каждый понимает по-своему что-то, но я бы сказал, что она течет не по понятиям, она течет по жизни, по своему собственному руслу. И институты представляют собой скорее вот это русло, которое прокладывает живая вода в соответствии с тем, как устроена жизнь. В общем, значит, коллеги, что получается у нас? У нас получается, что основные течения экономической мысли, а именно не классическая парадигма, а именно институциональная парадигма, можно к ней прибавить еще и эволюционную парадигму, которая опирается на зависимость будущего от прошлого. Но тоже интересную историю можно было бы составить, анализируя эту самую эволюционную парадигму и ее жизнь в наших условиях. Мы считали, два слова все-таки скажу, об этом хоть не предполагал, мы считали, что достаточно сломать институциональную систему, которая была в советское время, как бы, как говорилось тогда, убрать пеленки, распеленать хозяйствующих агентов, и вот они, дрыгая ручками и ножками уже без всяких пеленок, создадут современную эффективную экономику. Оказалось, что это не так, и освобождение от пеленок хозяйствующих объектов вывело их в какую-то безвоздушную среду, в которой они практически не могли нормально функционировать. Так вот, зависимость от прошлого. И сейчас, вот уже через, мы видим, прошло столько лет, 20 лет, значит, мы видим, как отблески прошлого, какие-то зерна, которые растут в нас, в каждом из нас, в обществе нашем, в группах социальных, как они прорастают, и, как говорится, что бы мы ни собирали, как бы ни строили велосипед, получается автомат Калашникова. Это что такое? Это влияние эволюционной парадигмы, эволюционного взгляда, эволюционного анализа ситуации. Гены, которые существуют в экономике, влияют на будущее. Мы стараемся перестроить его, построить будущее так, как мы хотим, но мы ограничены в этом. У нас не все получается. Короче, значит, что получается? Получается, что три основных направления, основных течения экономической теории, которые все родились, я бы сказал, в конце 19 века, в начале 20-го, и которые с разной интенсивностью развивались в 20 веке, а именно неоклассическое, институциональное, эволюционное течение, все эти течения оказываются недостаточными. Не надо думать, что их следует выплеснуть вместе с водой. В каждой из них заложено многое. И зависимость от прошлого, и влияние институтов, и стремление к максимизации собственного интереса, заложенное в неоклассической парадигме. Но все это оказывается недостаточно. И вот то, над чем бьюсь я, многие мои коллеги, в том числе и Рифат Алгизович Хабибуллин, который справа помогает мне, все мы, да и не только мы, конечно, мы сотрудники Центрального экономико-математического института, но и другие, те, кто знакомятся, читают наши идеи. И, слава богу, не могу пожаловаться на отсутствие внимания читателей. По-прежнему остаюсь, по версии Ринц, самым цитируемым экономистом России. Так что, сказать, что меня никто не слышит, наверное, было бы нельзя. Может быть, не слушают, это другое дело, но читать читают. Так вот, значит, все мы пытаемся на этом вот здании, вот на этой, значит, тут диаграмме, на этом рисуночке показано, значит, построить некоторое такое объемлющее или некоторое возвышающееся, возвышающуюся конструкцию, которая именуется системной экономикой. Это даже не теория, это скорее, хотя у нее есть теоретическая часть и довольно обширная, и помогающая в практических вопросах, я об этом скажу чуть позже, но это взгляд на мир. И, знаете, значит, вот, может быть, не... Сейчас вот много идет разговоров о том, у нас впереди президентские выборы, и, значит, можно, как я слышал сегодня по радио, можно рассказывать о деятельности кандидатов в президенты, но нельзя их оценивать, пока запрещено, пока еще не началась официальная агитационная кампания, запрещено их оценивать, говорить, что один лучше другого. Вот я, значит, руководствуясь этим, не буду говорить, что эта теория лучше других, но я говорю о том, что необходим системный взгляд. Вот давайте вернем, Рефат, на второй слайд от начала, после титульного листа. Вот посмотрите, значит, здесь, на этом слайде изображены четыре лица экономики. Обычно считают, что экономики два лица, как у греческого бога Януса. Это одно лицо, это теория, другое лицо, это хозяйственная практика. Но на самом деле их не два. И в словарях, откроете словари, в большинстве случаев, в 99% вы увидите значение экономики, первое – научная дисциплина, второе – реальная экономика. Не два, а четыре. Между реальной экономикой и экономической теорией, экономической наукой находится экономическая политика и управление экономикой. Вот очень важно нам понимать, знаете, я не буду сейчас объяснять, почему только эти я выделяю, может быть, потом станет ясно, почему эти четыре самостоятельные конструкции в целом обеспечивают некоторую системность всей конструкции. Именно эти четыре. Не пять, не три, а именно эти четыре. Именно эти. Понятно, для чего существует экономическая политика. Она преобразует некоторые теоретические взгляды, воззрения, политические установки. Обычно это происходит на макроуровне, но и не только на макроуровне. Каждый руководитель предприятия ведет какую-то экономику, не только бухгалтерскую политику, это прямо записано в нормативных документах, учетная политика предприятия, не только социальную политику, но и в целом социально-экономическую политику данного объекта. Но он хочет добиться чего-то от реального функционирования. Но между этой политикой и реальным функционированием предприятия, если говорить о предприятии, то же самое и о стране, можно сказать, лежит система управления. Политика политикой, а до реальной экономики, до участников хозяйственной деятельности доходят результаты управления, распоряжения, приказы, советы, решения и так далее. Вот эти четыре. Вот движение происходит по часовой стрелке. От теории, которая создавалась, создается обычно раньше, намного с отставанием во времени, к политике, которая отражает эту теорию в той или иной степени, от нее к управлению, и, наконец, к реальной практике, которая, в свою очередь, дает пищу для теоретиков, они подправляют или создают новые теории, и вот так вот по часовой стрелке и вертится мир. Надо понимать, что связи, вот эти вот стрелки, которые тут между этими четырьмя квадратиками, вот это, собственно говоря, и есть устройство, экономическое устройство каждой страны. во многом, конечно, каждый из этих квадратиков тоже специфичен для страны. Одни действуют, получив указания однозначно и точно, другие вносят какой-то творческий элемент, третьи еще как-то реагируют. Это тоже специфично для страны, для национального характера, для сложившихся традиций и так далее. Но самое главное, это то, это особенность этих стрелок. Как теория притворяется в политику? Кейнс говорил, что его удивляет, как в умах политиков застревают давно устаревшие теории, которые даже они не изучали. Я на эту тему могу рассказать много историй, как в головах хозяйствующих руководителей. Я много занимался хозяйственной практикой, разработкой стратегии конкретных предприятий. И видел, видел мировоззрение этих людей, их собственников или менеджеров. В общем, я не хочу ругать, потому что это люди и энергичные, и умные, креативные, но жуткая теоретическая каша в голове мешает принимать правильные решения. И у меня есть даже классификация таких политиков на тех, кто вообще презирает теорию и считает, что вы там теоретики пишите, не пишите, собака лает, а караван идет, что практика самая главная. Другие говорят, что как вы там не бейтесь, а теория себя пробьет, если это правильная теория. Третьи еще как-то себя ведут. Не так много вариантов, но вот эта вот стрелка верхняя горизонтальная от теории к политике, она очень сложная. Это такая, знаете, ну, чему бы подобить мясорубки, что ли. Входит одно, выходит совершенно другое. И вот эта каша в головах, она, к сожалению, и это, между прочим, нам с вами укор, поскольку все мы связаны с преподавательской деятельностью. Я преподаю в Московском государственном университете, финансовом университете при правительстве Российской Федерации и в университете управления и еще. И мы здорово не дорабатываем. Вот эта каша, которую мы варим из таких ингредиентов, как микроэкономика, макроэкономика, значит, наши впечатления о реальности, основанные в значительной мере на политэкономии, которую люди нашего возраста изучали в вузах, и эмоциональные впечатления от экономики, вся эта каша оставляет в головах студентов очень такое месиво сложное. И вот я стараюсь преподавать на старших курсах и порою просто исправляю предубеждения, которые в них крепко вбиты на курсах младших. Поэтому, значит, кстати говоря, поскольку здесь преподавателей много, я себе позволю высказать одно соображение. Нельзя начинать изучение экономики с микроэкономики. Нельзя продолжать его макроэкономикой. Это научные теории, их, несомненно, надо знать. Но надо знать и реальное хозяйство, как оно устроено. Его устройство это анатомия экономики. Не зная анатомии, можно врача учить способом лечения болезней, но это малоперспективное дело. Анатомия находится вообще у каждого из этих четырех квадратиков есть своя анатомия, но то, что находится анатомически в левом нижнем углу, в реальное хозяйство, это анатомию необходимо знать и необходимо знакомить студентов младших курсов именно с этой реальностью, а потом уже отражать ее в тех или иных теориях. Реальностью, хозяйственной реальностью являются не теории, а реальная работа хозяйствующих объектов, их связи, значит, выход на макропоказатели, на мезо структуры и так далее. Только после того, как они поняли, как эта машина крутится, где там мотор, где колеса, что с чем, где передача, только после этого можно говорить, а вот обобщая это, теоретики, гении человечества, создали вот такие-то и такие-то теории. Создали, хорошо, их надо изучить, надо знать, надо принять для себя свою теорию. Каждый из нас должен иметь свою теорию экономики. Это я несколько обобщил предложение Питера Друкера, знаменитого гуру менеджмента, который скончался не так уж давно, но который учил, что каждый бизнесмен должен иметь теорию предприятия. Какого предприятия? Вообще теорию фирмы. Тоже неплохо, но самое главное, он должен иметь теорию своей фирмы, своего бизнеса, где он является либо менеджером, либо собственником, а может рядовым гуру все равно надо иметь. Но это может быть только тогда, когда он ознакомился с этим бизнесом, или создавал его, или работает там, когда он знает эту анатомию, на эту анатомию можно навешивать теорию. Вот это мое убеждение в отношении недостатков современного обучения экономики. И в тех вузах, где я имею возможность формировать программу обучения, я начинаю именно с анатомии. Ну вот, значит, так вот, четыре лица экономики. Что у нас с этими лицами? Давайте посмотрим. У нас следующий слайд по-моему есть, да, на эту тему. Квадрига. Ну, значит, квадрига у нас, значит, что мы имеем с точки зрения реальной экономики, ну, не буду говорить вам, все эти знают статистические данные, примерно на нуле, чуть больше нуля наш экономический рост. Я, значит, не хочу вдаваться в это, но тоже призываю вас к тому, чтобы очень условно воспринимать цифры экономического роста, расположенные вблизи нуля. Статистическая погрешность такова, что мы не можем отличить близкие к нулевому росту. Если вы в одном году имели там 100 миллионов, в другом году 105 миллионов, то это вовсе не означает, что вы выросли на 5%, потому что по крайней мере 5% погрешность, которая неизбежна в экономических измерениях, она говорит вам, что там, где у вас было 100, и вы получили цифру 100, которая забита черным по белому, на самом деле, в реальности, вот в этом нижнем левом углу квадранта хозяйственная практика, на самом деле могло быть 95, а могло быть и 105. просто невозможно более точно измерить. И тогда, когда вы в следующем году получили 105, то неизвестно, может быть это 100, а может быть это и 110, погрешности макростатистических измерений необходимо учитывать при качественной оценке результатов экономической деятельности. Так вот, значит, наши оценки, которые существуют, с досчетами, с подсчетами и так далее, не буду касаться этого, только в одном, пожалуй, стоило бы упомянуть, статистическая, система статистики не является теоретически инвариантной, не является теоретически независимой, она основана на экономической теории, вот считается обычно, что политика, она хорошо основана на теории, ну да, на той или иной, на каше, на смеси, на миксте, так не только политика, но и статистика основана на теории, и та статистика, которую мы с вами сегодня пользуемся, и в микро-статистике, и тем более в макро-статистике, в макро-учете, она основана на неоклассической теории. есть очень интересный цикл работ академика Майерского, который показывает, как неоклассические постулаты влияют на способы сбора и обработки информации. Так вот, значит, близко к нулю наш экономический рост, что касается экономической политики, то она явно неэффективна, не справляется, довольно противоречива, нет единого движения, несмотря на то, что мы вроде бы склоняемся к необходимости стратегического развития, стратегического планирования, и сейчас идет разработка разработка стратегии развития России, там до 25-35 года разными группами, группой Кудрина, группой Титова, группой Минэкономики, еще некоторыми группами, тянемся к стратегическому планированию, пока не дотягиваемся, даже если эта стратегия будет разработана, то есть не даже, она наверняка будет разработана, она, по-видимому, будет представлять собой калаш из этих стратегий, и ее жизнеспособность, так, я не хочу каркать, как говорится, потому что результаты пока не представлены, но по тому, что доносится из высших сфер, как формируется, будет взято самое хорошее из одной стратегии, самое хорошее из другой стратегии, все это будет слеплено, в общем, губы Никанора Ивановича и нос Ивана Николаевича вместе, вместе сложить, лица не получится, это метод Агафьи Тихоновны из Голгоровской женитьбы, не получится лица, приходится выбирать, либо Иван Николаевич, либо Николай Иванович, вот, значит, короче говоря, хоть мы тянемся к стратегии, на самом деле пока имеем фрагментарную политику, управление, глубокий вздох, значит, мы не вышли из стадии ручного управления, все мы это знаем прекрасно, хотелось бы выйти в стадию стратегического управления, из нее можно было бы перейти в стадию системного управления, но пока это не получается. И, наконец, экономическая теория, я уже говорил вам о борьбе или, по крайней мере, конкуренции трех или четырех, учитывая системную экономику, парадигм, значит, они пробивают свое место под солнцем. Вот сейчас модной является тема поведенческой экономики, я уже упоминал, об этом в связи с Тайлером, который, в свою очередь, говорит в своей книге о своей дружбе и сотрудничестве с Канеманом и Тверски, тоже гуру современной поведенческой экономики. Ну, что вам сказать, поведенческая экономика, на мой взгляд, я сейчас излагаю свою позицию, может быть, не следует ее принимать однозначно, но сейчас разговор зашел об этом, отказ от аксиом хомоэкономикус, неоклассической парадигмы, является прогрессивным. Принятие соответствующих, исправленных, улучшенных, более развитых аксиом пока остается в области желаемого. к чему дело клонится? Дело клонится, на мой взгляд, к тому, чтобы мы построили здание системной экономики. Вот, может быть, то, что я рассказываю, можно рассматривать как маркетинг, но я делюсь, в общем, понимаете, вот мой личный путь в экономику, он отличается, может быть, от многих, от пути многих из вас, я не говорю, что он правильнее, но так сложилось. А сложилось как? Сложилось так, что у меня не было университетского экономического образования. И в этом смысле, может, это недостаток, я сейчас чувствую некоторые вещи из экономической истории, я знаю хуже, чем следовало бы, но у меня было свободное мышление, я мог взглянуть на мир, а я начал с хозяйственного сектора, с реальных предприятий, министерства, вот, упоминал Марат Раширтович мою работу в институте министерства приборостроения, средств управления, средств, забыл уже, минприбор, короче говоря, министерства приборостроения, систем управления, значит, реальные, реальные хозяйствующие объекты, и мне приходилось обращаться и к теории, и к практике, и к статистике одновременно, и вот, значит, вот этот путь, может быть, он не является стандартным, но он позволяет мне взглянуть открытыми глазами на то, что происходит, на связи между теорией, политикой, управлением и практикой, и вот отсюда рождается системный взгляд, ну, он подкрепляется, значит, общей теорией систем, которую создал когда-то в середине прошлого века Людвиг Фонбертоланфи, значит, пространство временным анализом, который возник чуть позже, и, короче говоря, вот на базе этой лесенки систем, плюс лесенки теорий, плюс системный анализ, плюс пространственно-временные теории, вот и рождается то, что я называю системной экономикой. Я много, значит, рассказываю о том, как это родилось, но что из этого получается, давайте посмотрим. несколько фрагментов уже из, понимаете, вот то, что я говорил до сих пор, тут вряд ли можно, по сути дела, оспорить, а то, что я хотел сказать сейчас, вот в средней части доклада, оспорить можно, но это является некоторым обобщением, обобщением чего? Обобщением какой теории? Обобщением А. Теории предприятия, Б. проектной экономики, теории управления проектами, В. Теории бизнес-процессов, разнообразных связей между объектами бизнеса, протекающие в ходе развития экономики, и теории экономического климата, что ли. Пожалуйста, вот покажи, пожалуйста, слайд, где мы видим эти четыре вида экономических систем. Вот это системы объектного типа, как предприятия, которые, что, что общего между предприятием и государством. Предприятие маленькое, есть микропредприятие, есть и крупные, но государство большое. Раки были по три рубля, но маленькие, по пять рублей, но большие. Что общего между огромной экономической системой государства и предприятием? то, что в обоих случаях известно, что они локализованы в каком-то месте, государство, государственных границах, предприятия, в границах, занимаемых зданием предприятия, например, вот Казанский федеральный университет, расположен в замечательных зданиях, некоторых вот я был, и сейчас мы находимся. А с другой стороны, а во времени они не ограничены, там границ нет. Такой столб, который тянется вверх, неограничен. конечно, все, бесконечного ничего не будет, и государство, государство наше, Отечество уже на нашей памяти трансформировалось, в том числе и границы. Последнее изменение границ присоединения Крыма. Перед этим было другое изменение границ в 90-х годах. Но тем в любом случае есть государственные границы в каждый момент времени, и в принципе государство развивается в этих границах. По крайней мере, в наше время это так, в другие годы, в седении века и меньше, границы государства были более условными, там были завоевания и так далее, все это было. Но сейчас это так. И у предприятия границы по территории, а по времени нет границ. есть другого рода экономические объекты, типа процесса, распространение чего-то по экономике, например, инноваций, например, новых организационных способов управления и так далее, растекание, растекание, когда течет, пока позволяет. Бизнес-процессы, предприятия, информационные процессы, распределение информации, другой вид экономических систем. Третий вид экономических систем, среды, IT-система, интернет, сеть железных дорог, предпринимательский климат, институты не имеют локальных границ, распространяются туда, куда могут. И, наконец, проектные системы. Проект есть исходная точка, нужно построить здание, вот здесь такое-то здание, такое-то этажность, такое-то назначение. Закончится, здание будет построено, все. Есть начало, есть конец, есть локализация времени. Вот я призываю вас к тому, чтобы мы видели, в какой системе мы каждый раз находимся. Сейчас мы находимся с вами в системе, которая ограничена по времени, закончится лекция, мы разойдемся, все, этой системы больше не будет. Конечно, она породит какой-то средовой эффект, что-то останется у нас, у меня и у вас, что-то останется, но это уже будет другая система. Есть проекты, есть объекты, есть среды, есть процессы. Вот этот взгляд на четыре базовых типа систем, он многое определяет в жизни и очень для многого оказывается полезным. Как они взаимодействуют вместе эти четыре? Я рассказываю часто об этом на примере трех мушкетеров Александра Дюма. Там книга называется «Три мушкетера», на самом деле их четыре, как вы знаете. Д'Артаньян становится мушкетером и речь идет о четырех мушкетерах. Вот каждый из них воплощает определенный тип системы. Д'Артаньян, который заводит всех своих друзей, заводит порой своими проектами в опасные ситуации. Ну, слава Богу, они разрешаются. Портос, который обеспечивает границу, физически отстаивает своих друзей, спасает их из-за ситуации нападения. Атос, который гарантирует климат, честь и благородство отношений между друзьями. Рамис, который каким-то образом, не вмешиваясь непосредственно, распространяет какие-то тайные идеи и реализует процессную функцию. Вот четыре таких человека, объединенных вместе, Дюмани не знал системной экономики. Ее и не было тогда. Но он, как гениальный писатель, интуитивно чувствовал жизнеспособность этих четырех видов систем, видов людей и соединил их в одно. Благодаря этому мы и сейчас читаем этот роман с упоением. Ну, что из этого? Из этого очень много. Из этого, когда мы управляем предприятием, мы должны озаботиться тем, чтобы на нем было охранялись границей и развивалось во времени предприятие, продолжалось его жизнь, объектное управление. Б, чтобы внутренний климат на предприятии был бы эффективным, не сдушил бы инновацией, а наоборот, способствовал бы им и чтобы предприятие не разрушалось изнутри, как библейское царство, расколовшееся надвое. Это средовое управление. Процессное управление, чтобы люди могли коммуницировать друг с другом, чтобы не было анклавов на предприятии, мест, которые не связаны ни с чем другим. Ну, кроме, может быть, каких-то секретных сейфов. Да и то, эти секретные сейфы, для чего они хранятся. Они хранятся тоже для того, чтобы в свое время быть средством распространения. И, наконец, проектная система, создание новых товаров, технологические разработки, транзакции. все это проект. Вот четыре типа действий и четыре типа управления. Значит, как они связаны друг с другом? В какой последовательности они должны идти, что ли? Вот, тетраду покажи, пожалуйста. Значит, оказывается, что они и так не просто существуют сами по себе или разбросаны, а они образуют так называемую тетраду. Вот, связи, закономерные и наиболее важные связи реализуют движение вот по часовой стрелке между этими четырьмя типами систем. Проектные системы задают импульсы, они меняют объекты, те распространяют, но среда, что такое? Это не обязательно внутренняя среда, это может быть рыночная среда, в которой предприятие создает продукцию, она распространяется в рыночной среде, впрыскивает среду, там идут процессы реализации, эти процессы реализации приносят доход, который возвращается на предприятие в определенной известной части и используется для проектов закупки новых видов сырья, оборудования, расходных материалов и так далее. Вот такое движение экономики, если мы посмотрим на жизнь каждого экономического объекта, состоит передвижение вот по граням этого квадрата. И если вы хотите, чтобы ваше предприятие существовало бы, ну, долго, неограниченно долго хотелось бы, но будут какие-то сбои неизбежны, как и жизнь человека, тоже хотелось бы неограниченно, но на какие-то сбои, короче говоря, чтобы сбоев не было, нужно смотреть на эти тетрады и организовывать свою работу, не только опираясь на самопределение, а вот на все эти четыре компонента. Из этого вытекает очень многое. мы должны многое пересмотреть в реальном управлении, в том числе и в управлении университетом, в том числе и в управлении кафедрой. Если несбалансированная четверка, если, скажем, проектная часть минимизированная, мы находимся в ситуации, которую называют застоем. Если она, наоборот, гипертрофирована, если каждый день вспыхивает что-то новое, если каждый день из министерства приходят указания о том, чтобы переписать имеющиеся данные по другой форме, переструктурировать порядок формирования учебных программ и так далее, мы говорим, мы находимся в эпохе перемен, от которых уже сил нету, невозможно жить. Баланс должен быть, баланс. Вот основная задача системной экономики обеспечивать баланс между этими четырьмя ее составляющими. В прошлом году вышла книга моя вместе с моим сотрудником Максимом Рыбачуком, которая называется «Системная сбалансированность экономики», в которой раскрыта детали вот этого баланса. Ну, так, у меня сколько времени я подхожу? Сколько времени осталось? Кто? До конца 20 минут. До конца 20 минут. Хорошо. Значит, я хочу рассказать один пример применения этой методологии, но в какой сфере, в общем, неожиданной довольно, сфере лирики. Вот лирика лирикой, но она, конечно, довольно сильно отражается на каждом из нас. Что за лирику я имею в виду? Вот был такой замечательный поэт Борис Слуцкий, фронтовик, по-моему, один из лучших российских поэтов, и он написал в 59-м году известное стихотворение, благодаря которому мы получили такую связку физики и лирики. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Что же за закон он имел в виду? Пока оставят это. Значит, это интересный вопрос. Поэты, они чувствуют, поэты и писатели, вот как я говорил о Дюма, они чувствуют то, что носится в воздухе. Чувствуют это раньше, чем чувствуем мы, обычные люди. Это можно отнести ко всем настоящим поэтам. Пушкин, Лермонтов, но ты, значит, Борис Слуцкий тоже что-то почувствовал, какое-то противостояние между физиками и лириками. Это стихотворение вызвало очень громкую реакцию. По всей стране спорили люди о том, что важно синхрофазотроны или же стихи на площади, политехнический музей и так далее. В общем, я вам напоминаю атмосферу 60-х годов, в которой все бурлило и в которую было вброшено вот это стихотворение физики и лирики. Так что же имел в виду за закон Борис Слуцкий? Ведь он не случайно, надо относиться очень внимательно ко всему, что написано в стихах. Там каждое слово имеет значение. Что это закон? Просто коромысло, то физики, потом лирики, потом лирики, потом физики. Вот так вот. Коромысло, нет, это не коромысло, а это отражение того, что следует назвать системными циклами экономики или обществом. Системные циклы. Что это за циклы? А вот вспомним нашу тетраду. Там четыре составляющие. И если одна составляющая является доминирующей, то это оказывает влияние на всю систему в целом. Если доминирующей является проектная система, значит начинается сотрясение, изменение изменение, клячь истории загоним писал другой известный поэт Маяковский. Это предвестник или уже даже вестник доминирования проектной системы. Ну и революция, конечно, ну что, это же ясное дело, что это колоссальные изменения, колоссальный проект, реализованный с живыми людьми. Так вот, четыре типа систем могут доминировать. Что такое, давайте посмотрим с этой точки зрения на физиков и лириков. Что такое физики? Физики это, в общем, люди, имеющие дело с реальностью. Люди, которые на ощупь понимают структуру реальности, структуру материи и в макромасштабах макрокосмоса, и в микромасштабах элементарных частиц. В общем, это представители реальности, представители объектной части. Они с этими объектами имеют дело непосредственно. Кто такие лирики? Лирики это люди, которые остро чувствуют изменения, то, что носится в воздухе, и распространяют, поскольку лирики, они создают лирические произведения, и распространяют это процессники. Их дело процесс, поэтому возникают чтения стихов на площадях, публикация книг, технические музеи и так далее. А что между ними? Между ними, мы согласны нашей тетради, есть еще средовая система и есть проектная система. Кто воплощает средовую систему? Я условно назвал их клирики. Конечно, клирики обычно мы понимаем под клиром служителей церкви, но это носители определенной идеологии, носители определенной среды. Это может быть не обязательно церковная или религиозная среда, носители идей коммунизма, портработники, что ли. Тоже своего рода клирики. И наконец, еще одна категория, которую я, да прости от меня, коллеги, назвал шизики. В хорошем смысле, просто находилась в рифму шизики, в каком смысле, но люди, которые способны оторваться от реальности, сгенерировать что-то, это может быть гениально, это может быть провально. Но, в общем, проектные проекты. Очень часто люди с несколько шизоидным умом создают замечательные проекты и рождают замечательные идеи. Четыре категории. Физики, клирики, лирики и физики. Вот картинку покажи, пожалуйста. А. 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 Вот эти четыре группы и вот это та же самая тетрада, в которой движется время по часовой стрелке. На то эта стрелка и часовая, чтобы показывать движение времени. Физики, клирики, лирики, шизики. И опять физики, клирики и так далее. Вот так движется время. Я использовал это таким образом, и я не буду сейчас на этом останавливаться, можно проследить по эпохам, которые были и в то время, в 60-е, 70-е годы, как доминирование физиков сменилось доминированием клириков, когда закончилась оттепель, когда эта среда стала более плотной, более серьезной, как потом включились лирики и как проекты перестройки в конце концов возобладали. Я не хочу ругать перестройщиков, но многие из них, конечно, обладали чертами людей, которые тут отмечены. Так вот, значит, вот так движется мир. И эта иллюстрация, которая показывает, как системное мышление, опирающееся до достижения системной экономической теории, позволяет нам проникнуть в законы общественного движения. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да, конечно, теперь вопросы, коллеги. Пожалуйста. Кто у нас, значит, да, пожалуйста. Да, мы, к сожалению, тут имена не можем воскресить. Спасибо большое, Георгий Иванович, за интересную беседу. Вот, как Вы думаете, настоящая мир в России, какой персонажи прямо сегодня, да, в 2018 году, упомянутый вот этот четырех образный системный персонажей должен доминировать? В это наше время может быть статистическую погрешность и какой-то 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 вопрос значит, этот вопрос, конечно, довольно острый, потому что, а если я присвою какие-нибудь из этих названий конкретным людям, они правильно меня обидятся. тогда, может быть, попытаться посмотреть на этот вопрос с точки зрения проекта? Да, я сейчас выкручусь. Я выкручусь. Значит, что наша история какова? Тут у нас даже слайд, по-моему, на эту тему есть, да? Там содержится некоторый ответ на ваш вопрос. Значит, несомненно, что в конце 80-х, в начале 90-х годов мы прошли стадию резкого изменения, можно сказать, проектную стадию. После этого начались попытки домостроительства, то есть строительства нового дома. Вот мы сейчас с вами живем в этом новом доме. Надо сказать, что он довольно сильно изменился, на мой взгляд, с представлений, которые были в 90-е годы. Значит, сейчас, вот, если вспомнишь, телевизионные показы сессии Верховного Совета, мы не отрывались от них, прям так было захватывающе, интересно. Люди говорили о том, какой должна быть жизнь, честной, открытой, конкурентной, с вниманием друг к другу и так далее, и так далее. В общем, все то, что нам не нравилось в предыдущем режиме, все это выливалось в формирование некоего здания, которое в 90-е годы пытались построить. я бы только вот уже раз зашла об этом речь, хотел бы, чтобы мы отделили те идеи, которые были в 90-е годы, они довольно прогрессивные, и, в общем, нам мы с упаянием говорили о них, но отделить то, что связано с имплантацией или трансплантацией институтов из западных стран, вот говорим, что Россия должна стать нормальной европейской страной, не знаю, типа кого, одно время сравнивали с Португалией, там по ВВП на душу населения, с Америкой, может быть, то, что всем сравнивать не очень неуместно. Так вот, значит, если бы мы тогда меньше ориентировались на попытки трансплантации, смотря вот как у них вот пусть у нас будет вот так вот, тогда будет все хорошо. А строили бы свое здание в соответствии с нашей историей, нашими традициями, учитывая, конечно, все то, что делается за нашими границами. Если бы дом, который мы тогда строили, был бы построен не по лекалам из других стран, которые красивы, замечательные образцы архитектуры и дома, и государственного строительства, но не подходят не ложатся на нашу почву, не могут служить нам одеждой в нашем климате, в наших условиях при нашей истории. Если бы мы строили этот дом, опираясь в большей степени на собственные лекала, может быть, было бы лучше. Но так или иначе, вот мы после этого резкого периода попытались построить институциональную систему и двинулись дальше. У нас отсутствовала достаточно развитая торговая система и пошли, пошло строительство этой системы, значит, биржи многочисленные челноки, тоже вариант торговли. И, значит, после этого периода, какой нас ждет вот сейчас период? У меня, значит, такое твердое убеждение, что после, тогда, когда мы завершили, так сказать, эпоху или разговоры о национальных проектах, у нас пошли процессы. И сейчас самое главное, что такое процессная система? Это система, в которой очень сильна бюрократия. Процесс это повторение одного и того же по некоторому закону, по некоторым правилам. Вот те, кто работает, да не только в вузах, но и в других институциях, видят, насколько сильна бюрократия, насколько она стала главенствующей, и бюрократия как социальная система, бюрократы, чиновники, или как их там не называют, и бюрократия как процесс. Вот сейчас мы находимся в стадии, я надеюсь, что завершения. Понимаете, вот та теория, о которой я вам говорю, она не предсказывает времени, она предсказывает только качество. Я надеюсь, что процесс бюрократизации, он длится уже довольно давно, с десятых годов, по крайней мере, что он пойдет на спад, и нас ждет тогда, какой процесс, что, что нас ждет? Ответ проектный. Изменения, очень сильные изменения. Я не призываю к революции, и это не обязательно революции, это могут быть микроизменения, но несомненно, что в ближайшие годы, опять же, времени берусь предсказать, нас это ждет. И те, кто пережил перестройку 90-х годов и некоторые посткризисные явления более позднего времени, смогут найти в чертах будущей, грядущей непосредственно системы много общего с тем временем. с тем временем. да. Да, пожалуйста. Сильверситет, как экономический теорий? Не слышно. Погромче, если можно. Сильверситет, одобрение, как экономический теорий. Спасибо вам большое за доклад. У меня вопрос связан с вашей концепцией системы экономики. Часть наших западных коллег сейчас разрабатывает теорию так называемой комплексной экономики. Какой? экономики работают какие-то параллели или это два раза по работе? Ну, значит, мне сейчас довольно трудно рассуждать об этой системе, которая предлагается. Если ориентироваться на ее название комплексная экономика, я слушал действительно, но сейчас не вспомню, в чем суть. Единственное, что хочу сказать. Конечно, рассмотрение в комплексе в чем тут разница? Комплекс это обычно понимается как совокупность ряда явлений, ну, или предметов, связанных между собой. В этом смысле это близко к определению системы, как совокупности связанных между собой элементов или подсистем. Но это лишь один взгляд на систему, взгляд изнутри. Когда вы знаете вот один предмет, вот другой предмет, вот третий, вот здесь коллега сидит, и вот мы связываем между нами какая-то связь. Это взгляд изнутри. А взгляд возможен и извне. А извне что мы видим? Извне мы видим, что вот собралась аудитория определенная в такой-то комнате, в такой-то час, что-то они тут делают, значит, и что-то их здесь держит. Мы не знаем точно механизмов, но знаем, что это является устойчивым образованием. И вот системный подход, тот, который я развиваю, он пытается сочетать и внутренний эндогенный взгляд на систему как элементы и связи или комплексы. в определении Людвига фон Берталанфи, который он давал системе в 40-х годах, было слово комплекс. И системный взгляд извне экзогенный, который говорит о том, что вот здесь собрался какой-то клубок людей, идей, мнений, артефактов, благ и так далее и функционирует. Я пытаюсь подходить в этой теории, которую я развиваю, главным образом со стороны второго подхода. Конструктор действует со стороны первого подхода. Он знает, у него есть такие-то материалы, он должен их сложить в такую-то систему, вот ребенок строящий из деталей что-то. Он поступает так, архитектор поступает иначе, он рисует внешние контуры и потом уже когда-то обращается к строителям, которые там смотрят. Вот я отстаиваю тот вариант теории, который связан с системным подходом и сочетает основы вот этого такого системного экзогенного взгляда с пространственным временным анализом, что, на мой взгляд, отсутствует в докладе, о котором мы говорили. да, пожалуйста. По слову математики и механики, я к вам два вопроса. Математики не скажу. Пожалуйста, почему мы закончили математику и механики и решили никому. Первый вопрос, второй вопрос. Как-то капица сказала, что история это период ошибок. При этом руководство считается недополучшим. При этом что руководство? Абстрагирует то, что сказал капица. очень знаете. Мы кардинальные ошибки в экономике прилили к тому, к тому, что мы видим сейчас. Спасибо. Да. Значит, ну, почему я стал экономистом, это, может быть, результат ошибки всей и так. Но, значит, когда я заканчивал механико-математический факультет МГУ, с отличием его закончив, нелегко было найти работу, конъюнктура была не очень благоприятна. Вот, и благодаря, значит, конкретным связям с людьми я оказался в сфере экономики. Единственное, что я хочу по этому поводу сказать, что я ну, не просто рад, а счастлив. Счастлив тому, что работаю в экономике. Потому, что это дает мне возможность оглядеться кругом, увидеть в экономике потрясающий взгляд на мир. Он сочетает в себе с одной стороны и развлечение всех артефактов и вместе с тем нахождение общего мирных. Экономика это великий великий как это сказать уравнитель. Благодаря ценам, благодаря полезностям, благодаря различным показателям, которые есть в экономике, мы уравниваем ручку и здание. Говорим, что ручка стоит столько-то, здание стоит столько-то. во столько-то раз больше. Вот такой, причем, если вы значит, начнете редуцировать, слишком сильно, вы уйдете из экономики, не получите ответа на экономические вопросы. Но если вы найдете тонкую грань между обобщением и дифференциацией, вы экономист. экономист. Вот я это студентам пытаюсь объяснить молодым, те, которые только вошли в экономику. Кто такой экономист? Чем его взгляд отличается от остальных? Где опасности? Опасность безудержного обобщения, одна из неоклассических сторон. опасность безудержной дифференциации. Все различно. Все различно или все одно и то же. Вот экономика, искусство экономиста, это нахождение вот этой грани между ними. Кроме того, экономика, конечно, включает в себя и людей, и их психологию, что само по себе чрезвычайно интересно. Я уже сказал, что я не считаю психологию единственным фактором экономической жизни, что, кстати, отличает меня от последователей Канемана и Тверски и Тайлера того же. Но это одна из составных частей. Как это все переплетается, какой клубок это образует, как интересно распутывать нити, которые в этом клубке, вот это, мне кажется, счастье доступное экономисту. Я не отрицаю все остальные науки, конечно, и даю должное, но говорю о впечатлении, о своем, может быть, случайном, но глубоко греющем меня выборе. Теперь, значит, об ошибках. Ошибки, основные ошибки состоят в общий диагноз несистемности. Несистемность. Сейчас вот, не знаю, меня очень сильно касается то, что происходит с нашей наукой, в том числе с Академией наук, которую я отдал большую часть своей жизни. взгляд на то, что наука не нужна, я ведь его слышу очень давно, в 90-е годы. Наше государство не в состоянии содержать нашу науку. То же самое было, как говорилось, и о нашей армии, государство не в состоянии содержать большую армию, государство не в состоянии содержать стольких пенсионеров. В общем, все оно не в состоянии делать. Это несистемный взгляд. Государство в состоянии только добывать углеводороды, продавать их, а остальное купим. Несистемный взгляд. Несистемный взгляд, отсутствие сочетания пространственного анализа, временного анализа, истории и особенностей того места, где мы живем. в каком-то смысле отказ от собственной идентичности. И вот две стороны общие для многих ошибок. Несистемность, фрагментарность во времени и пространстве, непонимание идентичности. спасибо. Спасибо. Вопросы? Спасибо, коллеги. 들어가 sa Otheryyy, учредителах, Punta что, det o, скажи,